здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем засаливать куски сома вот такой сом кусок это на примере этого кусочка покажу засолен это побольше вот например именно этого кусочка покажу как и буду засаливать сейчас мы хребет удалим хребет я буду удалять ну то если хребет не удалять засолку по времени увеличиваем так вот аккуратненько вырезаем хребет вот чистое мясо плавнички перышки с косточками тоже удаляем на уху вот чистый кусок мяса сама и вторая половинка то же самое все вот этот хребет вот он на уху можно просто пожарить на мангале пожарить что мы наверное сделаем вот такие два кусочка сама сейчас будем солить сначала сделаем посолочную смесь так если сама это примерно полтора где-то килограмма получается два куска хребет мы вырезали было два килограмма хребет вырезал ну где-то килограмм 700 так вот даже взвешивать не буду примерно берем 200 грамм соли получается на килограмм грамм 70-80 к соли ну и сахара 5-10 грамм я беру 10 грамм добавляем сюда вот травка чабрец вот эту травку чабрец добавляем это уже по вкусу так вот немного совсем как немного буквально может грамм 5 все это все так перемешиваем именно чабрец можно уже чабрец можно не использовать это уже кому как нравится мне нравится именно чабрецом сама засолить вкус такой приятный будет получается еще берем ее кусочки сама и вот так вот хорошенько обваливаем со всех сторон на половинку что посолочная смесь но не было открытию участков без посолочной смеси чтоб полностью вся рыбка была посолочной смеси со всех сторон вот считать вся посолочная смесь и ушла эти 200 там 10 20 грамм все сейчас закрываем крышкой и отправляем холодильник в таком состоянии минимум на одни сутки это минимум за сутки он просолится все а дальше уже продолжим готовить но прошли сутки как мы засолили сама вот он плотненький просоленный сейчас то делаем берем его и в холодную водичку и промываем от лишней соли от всего промывают от специй просто промыли хорошенько обтираем и вешаем швс на вялку вот так швс они будут меня вялиться вялиться он будет около суток потому что куски большие им надо именно хорошенько провялиться переезд вялки три часа вялиться час отдыха без обдова температура вялки 20-25 градусов вот-вот у меня куски сама там еще просто самый вон и половинки сама все начинаю вялить вялиться еще напоминаю будет около суток температура вялки 20-25 градусов и влажность в помещении должна быть не более 70 процентов когда у вас все получится и все завялиться но прошли сутки как повесили вялиться сама вот смотрите мясо провялено и вот он прям блестит такое никакого закала ничего вот оно видно что мясо завялено также там следующего мяса все сейчас его перевешиваем коптильню и будем коптить холодным копчением ну все отправляем в электростатическую коптильню мясо сама вот эти два кусочка которых я засаливал здесь у меня еще сик затусовался и там еще мясо сама и маленькие сомики все отправляем коптить дым пошел разжигаем зольник ты мобильно пошел убираем температуру на зольники поменьше включаем холодное копчение температуру копчения 20-25 градусов также как всегда не забывая проверку работы электростатики чтобы не было замыкания на продукт чтоб все у нас работало отлично коптить буду в течение полутора часов так как куски мяса большие и наши мы прокоптились полтора часа я буду коптить на ольхе использовать буду копчения дровишки ореха но за прошло полтора часа копчения именно копчения засекали время с того момента как включили холодное копчение кнопочку все отключили все дымок подождали вышел скрываем коптильню и смотрим что у нас там получилось еще дымок чуть-чуть присутствует такое золото золото так сказать золотой сомик что с одной стороны что в другой сишки еще сомик все сейчас берем это все чудо копченое перевешиваем швс обдуем буквально час-полтора и уберем холодильник так сказать на созревание часов на восемь а потом мы конечно это все попробуем ну вот сомик отлежался холодильнике вот такой тон прокопченный золотой приправки ничего страшного они даже полезные просолены все видно что он просолены очень вкусный с нарежем его очень вкусный очень ароматный по вкусу напоминает прямо осетрину ну говорю только напоминает отдаленно напоминает не прямо могу сказать что это осетрина но по вкусу напоминает осетрину также и по мясу всем приятного аппетита и до скорых встреч пользуйтесь рецептом всегда получится всем удачи всем приятного аппетита